Мы находимся у крипты князей Радивиллов. Крипта первоначально так не выглядела, а от самого начала были погреба, их было около семи. В 1750-53 году была прокопана вот эта центральная галерея, в которой мы сейчас находимся и видим основную массу саркофагов. Здесь мы можем увидеть в крипте захоронения князей Радивиллов. Около 72 сейчас находится саркофагов. К сожалению, в 1905 году было сильное наводнение. Усыпальница, как мы еще называем, крипта была затоплена, но и около 30 саркофагов разрушилось. Было их до 1905 года 102. Сейчас датируется 72 саркофага. Находимся в самом старом месте нашей усыпальницы. Сам храм был построен в 1593 году, но, по некоторым сведениям, тут строили храм, начали строить сам Радивилл Сиротко в 1583 году. Фундаменты были сделаны, стены начали строить, но не достроили до конца храм. По некоторым историческим фактам, мне так кажется, что это одна из самых старых помещений. Вот эта вот стенка об этом свидетельствует. После реставрации мы сделали как музейный экспонат. Также вход сюда был. Это был погреб, в котором захоранивались Радивиллы. Часть, которая называется Каплица, часовня иначе, Матери Божьей, и с нее вот вид пристирается так, как могут увидеть туристы вот эту усыпальницу, потому что туда как бы заходить не заходят из-за мер безопасности. Плюс еще это все, что мы вот видим, вот это остекление, это оригинальное, оно с 1750 года, 53-го. Верхние части вот эти вот стеклышки оригинальные, нижние уже пришлось реконструировать, потому что было утрачено исторически, ну и плюс еще процесс гниения свое сделал. И через стекло мы там видим тоже захоронение. Оно говорит о том, что это самое старое захоронение. Там, по некоторым сведениям, есть спорные моменты, но я думаю, это все решится. Подписан, что это Радивилл Сиротко похоронен. Он умер в 1616 году. Второй саркофаг — это его жена. Она умерла немножко раньше, была сначала похоронена в монастыре Бенедиктинок. И самое интересное, что после смерти Радивилла Сиротко, некоторые так в сведениях говорят, что ее саркофаг тоже перенесли сюда в усыпальницу. Но там находится не бальзамированное тело, а там находится мумия. И точно еще не уточнено, потому что были разные события, много чего было попутано, в том числе в 1905 году после наводнения. Поэтому многие есть спорные моменты. Так вот, в том саркофаге покоится человек, который сделан по методу не бальзамации, а мумификации. Полностью тело обмотано специальными бинтами, бандажами. И это для Европы, вообще для Европы, и восточной в том числе, это вообще уникальное. Потому что таким методом захоранивали в Египте. Скорее всего, что сиротка какую-то тайну оттуда привез с собою. Во время реставрационных работ, которые здесь проводились и в прошлом году были закончены, было обнаружено также под полом захоронения в алтарной. Вот мы где находимся, вот это помещение видим, это алтарная часть. Под алтарной частью в свое время до расширения крипты, усыпальницы, захоранивались монахи-изуиты. И во время работы под полом были обнаружены два ящика, в которых лежали останки монахов-изуитов. Они были извлечены. 67 захоронений. Все мужчины зрелого возраста после 50 лет жизни в хорошем состоянии зубы, как отметили антропологи. Я так шуткой говорю, что монахи все-таки много постились, питались правильно, не грызли разных орехов и так далее, поэтому зубы в хорошем состоянии сохранились. Дальше мы находимся, опять же, в этой часовне, где размещена вот эта вот очень знаменательная и для нас важная таблица, такая доска, выбитая на камне. Это доска, которая, вот эта каменная таблица, она рассказывает о том, что Михаил Радивилл, который имел псевдоним Рыбанька, попросил у папы римского Бенедикта 14-го разрешения на то, чтобы в усыпальнице захоранивались только князья Радивиллы. И именно от папы римского он получил это разрешение, что и было выбито на камне и подтверждено папской печатью. К сожалению, уже печать не оригинальная, а оригинальная рассыпалась со временем или туристы в 90-е годы прихватили себя на память. Это уже сделан дубликат во время реставрации с тех источников документов, которые подтверждают, что печать папы римского выглядела именно так. И также на этой таблице выбито разрешение на учреждение здесь в усыпальнице, в крипте часовни с алтаром, ниже уровня земли, что не совсем разрешалось в те времена. Только папа римский мог дать разрешение. И это место служило для богослужений. Здесь каждое воскресенье спускался какой-то священник. Поскольку монастырь священников было побольше, а нельзя было на одном алтаре по нормам литургическим того времени служить больше, чем одну службу в день. И одним только священником служила служба, не было сослужения, то есть канцелебрия, как мы называем в католической церкви, не было сослужения священников. И надо было побольше алтарей, поэтому и алтарей больше находятся в храме, на которых можно было служить. И один из алтарей находился здесь в усыпальнице по разрешению папы римского. Ну и также в этом погребе находится, как я уже говорил, последнее захоронение. И очень интересный есть такой артефакт у нас возле Альбрехта Радивилла, который умер в 1935 году. Это один из последних, предпоследний ординат Несвежской династии вот этих Радивиллов, который здесь в Несвеже жил. Он умер достаточно молодым, чуть больше 50 лет ему было. Была проблема со здоровьем, атрофия мышц. Последнее время он на коляске ездил и так далее. Вот ему те, кто сотрудничал с ним, сделали такой уникальный венок. Там на каждом листике, кованом листе, выбито имя и фамилия того, кто сотрудничал с князем Радивиллом, то есть работал у него, был лесничим, садовником, еще кем-то. И они подписали этот венок на польском языке, там подписано укаханному процедавцу в деншней працовнице. На русский язык, если перевести это, благодарные сотрудники, то есть укаханному процедавцу, возлюбленному работодателю, правильно так сказать, возлюбленному работодателю его сотрудники. И некоторые прихожане приходили на этом венке, находили своих родственников, или там дедушку, или отца, или прадедушку, или какого-то другого родственника. На каждом листике выбито имя и фамилия тех сотрудников. Это как бы свидетельствует о том, что по-настоящему князь Радивилл был очень гуманным, очень любящим людей, человеком. Из-за этого его тоже любили.